Минск 16-й Кирилл Павлющик 20-й Дмитрий Байдук 21-й Юрий Воловик 25-й Михаил Башилов 28-й Лазар Саичич 35-й нетем А тренерский штаб оставил Сергей Веремко Хотя изначально показал, что Не очень уверенно сыграл Сергей в воротах А вот такие отскоки Могут принести опасность Леонид Ковель дальний удар Ну и здесь не сильно уверенно играет В рамке Игоря Довгяла Сергей Сазончик, кстати, очень активно стал привлекаться С этого сезона к основному составу Вообще, конечно Фишка футбольного клуба Минска Это молодость, однозначно Удар по воротам и гол Вот это начало этого матча И кто ж, конечно Тут и гадать, я думаю, не надо Капитан команды Дмитрий Лебедев Хотелось бы посмотреть на повторе Как такое произошло Но на самом деле По-моему, надежнее мог сыграть Капитан Минска Сергей Веремко В рамке Дмитрий Лебедев выводит свою команду вперед На восьмой минуте сегодняшнего поединка Ну вот этот все-таки напор Городей Сказался в конечном итоге В Минском Динамо он выступал долгое время В семнадцатом году в аренде играл За Городейцев Евгений Шевченко Перехват рвется вперед Был открыт Леонид Ковель Но снова очень-очень быстро Сезоны перекрываются И лишь таким нехитрым ударом Евгений Шевченко решил обострить Игру Но на месте Игорь Навес Чуть низковато полетел мяч Снова остается он у Сахарников Какое будет продолжение Ну все-таки доходит Удар! Удар поворотом В исполнении Семена Шестиловского Нанес также и Ну и действительно Под занавес тайма Может быть опасный Жарко! 2-0! Звучит свисток Все-таки был положение вне игры Нападающий Он, по-моему, на дозв третьей минуте Тогда дальним ударом сравнял счет В том поединке 3-3 Посмотрим, как Ярослав Яроский Усилит игру Своей команды Отлично проходит передача Ковель Не переигрывает Не переигрывает Игоря Довгяла Леонид Ну момент был действительно шикарный Эпизода Ну вот, спасибо коллегам Сергей Сазончик забрасывает Ну и Леонид Ковель не переигрывает Здорово ногами 24-му номеру Это Андрей Шемрук Конечно И вот очередной такой Чиркнул вот так мяч По голове Леонида Ковеля При играх мяча Очередной стандарт Сайчич Пробьет штанга Выручает Но Но, но, но Свисток звучит Сергея Стецурина Дмитрий Лебедев Очередной раз Ну и опять же Концовка эпизода Ну вот Евгений Шевченко Смотрите как Низко играет Помогая партнера Чаговец Перевод направо Яроский Не получается удар По передаче у Яроского Но Все-таки Иван Бахар Дотягивается до этого мяча И снова здорово играет Игорь Довгяла Много уже таких Неплохих атак Провели подопечные Разина Ну а это уже Классное исполнение По-моему Сергея Пушнякова Передача Сайчич Лазер, лазер Очередная подача Проходит передача Пенальти Ну бесспорный пенальти Попал мяч в руку Защитника Защитника Городея Итак Итак Александр Васильев разбегается Удар по воротам 1-1 Угадал Угадал Какой угол будет бить Александр Васильев Игорь Довгяла Но однако До мяча не дотянулся Ну и вот этот вот Высокий прессинг Вот эти атаки Менчан Все-таки Стойку ворот Ну и то там Было зафиксировано Остановка игры Удар по воротам Ну Только говорил Что не было опасных ударов По воротам Сергея Вирюхо Как тут же 25 номер Вперед центр Бахар Бахар Шевченко Ну все-таки успевает Семен Шестиловский Подстраховать партнеров Закрывая зона Бахар Штанга Отличный момент У Ивана Бахара Как здорово разыграл Он этот момент С Евгением Шевченко В прошлом сезоне Стали оба Лучшими Галеодорами Смотрим повтор Проходит эта передача Ну и Чуть-чуть Чуть-чуть Совсем точность Подвела Ивана Бахара Стойка Заброс Дотягивается до мяча Партнер по команде Но Мяч шел Чуть Эту передачу Но не получилось Ну и был это Все тот же Лазер Сайчич Снова Свежев Ну Очень плотно Александр Васильев Что это было? Это была бабочка Игоря Довгяла 1-2 Дубль Дубль украинского Легионера Футбольного клуба Минск Ой-ой-ой-ой Видели мы Неудачный прыжок Сегодня Сергея Веремко Ну а на этот раз уже Отличился и Игорь Довгяла Совсем несложный был удар В исполнении Александра Васильева Но мяч влетает в сетку Городейцев 1-2 Ну лучше не рисковать Здесь Очень такой высокий прессинг Евгения Шевченко Ивана Бахара И звучит финальный свисток Сергея Стецурина Который извещает о том Что Минчане одерживают Волевую победу На выезде В матче с Городей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok